Если вы мое мнение, как насчет ветеранов... Фигура нового тренера хорошо известна генеральному директору ТХК Юрию Рычкову. С Алексеем Ждахиным они вместе выступали за омский авангард. Став наставником, Ждахин дважды выводил в плей-офф высшей лиги ангарский Ермак. Причина смены тренера ТХК – плохие результаты команды в текущем сезоне. Провели не сказать, что плохо, но все равно какое-то неудовлетворение у нас оставалось. Поэтому мы решили на следующий сезон учили тренеровский штаб. И, естественно, надеемся, что тот результат, который мы показали в этом сезоне, он улучшится. Я в это верю. Помогать Алексею Ждахину будут прежние наставники команды – Владимир Кольцов и Кирилл Пафифов. Руководство ТХК четко сформулировало задачу наградить следующий сезон – выйти в плей-офф и подняться как можно выше по турнирной таблице. Конечно, будут изменения в команде. Сейчас на данном этапе просматриваем игроков, которые команда играла в этом чемпионате. Определимся вначале со своими ребятами. И потом точно будем усилять позиции, которые нужно усилить. Будет продолжено сотрудничество с московским ЦСКА. Что касается местных воспитанников, их главный минус – отсутствие опыта, отметил бывший главный тренер команды Владимир Кольцов. Сейчас идет поддерживающий цикл у нас. Ребята отдыхали, сегодня собрались опять на определенный промежуток подготовить. То есть, ребята в нормальном состоянии, с желанием тренируются. В ближайшее время клуб проведет сборы в Цвери, где будет определен костяк команды. А уже потом Ждахин обещает определиться с планом подготовки к новому сезону. Продолжение следует...